Не понял, это что за рукоделие? Кэп, ну, ты же сам понимаешь, времена такие, как бы, ничем не брезгуем. Деньги на донат нужны. Вот, открыл свое небольшое дело. Деревянными членами торгую. Да ты че, братишка, не нужна эта шишка? По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки. Полетят мозголомой, как с напильника стружки. И с таким набором на дип точно пойдет. Хе-хе, бой! Билдосик подождет! Субтитры сделал DimaTorzok 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 В связи с введением брони графит. Поговорим сегодня о классе штурмовик. Да, я знаю, классик в принципе теперь уже никому особо опять не нужным. Но, тем не менее, ибо встал вопрос. А какие пушки теперь у штурмовика наиболее актуальны? Ведь после введения брони графит, пресловутый имбел свою, так сказать, имбел имбовость-то и потерял. Граната уже не та, точность от бедра понизилась. И даже добивать противников, которые были коцаны той самой подствольной гранатой, теперь сложнее. Что в целом, конечно, для игры я считаю очень даже хорошо. И имбельщики получили именно то, что и заслуживали. Однако, теперь пришло время выбрать что-то на постоянную основу вместо этого имбела. Надо обозначить действующую мету. Вот как правильно говоришь. Надо выяснить, что же сейчас у штурмовика будет метой. А наиболее метовыми, по моему мнению, сегодня являются два ствола. Это БТСМ-грот, который, кстати, по моему мнению, всегда был очень недооценён. Многие говорили, что Рокутаген, да он не ваншотит в авангард, штурмовику, в голову. Хрен его знает, где он на вас не ваншотит. Я с ним брал Грандмастера, я с ним играл на мясорубках, на пригороде. Всё прекрасно он в голову сносил, без всяческих проблем. А теперь так он вообще получил 90 единиц урона и множитель голову 6. Святые помидоры. Вторым же оружием, которое, по моему мнению, метит на топ-1 и разделяет эту позицию с БДСМ-ом, это, конечно же, Шурфаер. А какого хрена Шурфаер? Почему не Вал, почему не Галил? Резонный вопрос, друг мой, но на то есть свои веские причины. Да, друзья, Вал тоже получил множитель 6, как и Галил Эйз второго поколения, а вот Шурфаер нет. Он каким был, по сути, таким и остался. И почему же тогда я его, как и Грот, ставлю на первое место? И считаю, что именно эти две пушки одновременно являются метой и топом. Всё очень просто, друзья. Грот будет более эффективен на подрывах, на РМах. Там, где ваншот, это самое главное, что только может быть. А при практически полном отсутствии отдачи и невероятным сочетанием урона и темпа, эта пушка явно будет доминировать. И при таких раскладах мы понимаем, что Шурфаер на подрывах, на РМах уже просел. Это явно, по сравнению с Гротом. Но абсолютно, друзья, не утратил своей эффективности во всех остальных режимах. Особенно на паблике, на штурмах, на мясорубках, на ПВЕ. И обновлённые Галилы, а также ВАЛ при всех своих улучшенных множителях потягаться там Шурфаером никак не могут. Эта пушка прекрасно по-прежнему выкашивает противника практически на любых дистанциях. Кстати, тоже прекрасно на самом деле ваншотит в голову на штурмах, на командных боях, на мясорубках. А если учитывать, что новая броня зашла далеко не всем игрокам из-за слабого регена, то Шурфаер по-прежнему, собственно говоря, каким был в отношении многих противников, таким и остался. А имбелл, получается, вообще говном стал, да? Да нет, капитан Очевидность, я бы не сказал, что имбелл говном. Да, друзья, имбелл стал тем, чем он и должен был стать. Он должен был быть, понимаете, гибридом снайперской автоматической винтовки и винтовки классической штурмовой. То есть стволом, скорее, наверное, всё-таки фановым, который может творить порой чудеса где-нибудь на паблике, на, опять же, каких-нибудь штурмах, командных боях, может быть, даже неплохо показывать себя на мясорубках. Но божить на подрыве при просто тупом зажиме в тело и вывозить большую часть игры на подствольной гранате, это же была просто дичь, согласитесь. А вот теперь имбелл именно тот, каким и должен быть хороший, в принципе, интересный, необычный ствол. А в мете штурмовика вновь господствуют классические штурмовые винтовки. И, признаться, лично меня это только радует. Таким образом, друзья, получаем следующее распределение. Моё личное мнение, друзья, таково. Гротт это топ-1, топ-2 или, может быть, даже делит топ-1, в зависимости, опять же, где вы играете, это, конечно же, шорфаер. На третье место, друзья, я, наверное, бы поставил, неожиданно, Галил Эйс 1, который Галил Эйс 23. Да, ведь он тоже получил множитель в голову 6. А это, кстати, друзья, означает, что ссылка в описании с подарками стала ещё более актуальной, ведь по ней каждый может получить этот самый Галил Эйс на 30 дней. А вот вслед за ним идут, конечно же, Галил 2-го поколения, а также АС Вал Кастом, которые плюс-минус в современных условиях будут одинаковыми. Вот такой, друзья, у меня получился топ. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам, чтобы я сделал подобные топы для других классов. Если это будет вам по-настоящему интересно, то, как говорится, почему бы и нет. Выходит, грот залетает в рот.